Температура большая и поэтому много воды и, соответственно, надо много прихватывать песка с собой. А у вас здесь есть маржи, которые купаются в этой вазе? Нет. Да там как купаться? Да там как купаться. Нет, все просто в вазе. Ну, куда ты пойдешь? Ноги помочить по щеколоткам. А, то есть так мелко. Ну вот, смотри. Видит много. В Боксан, если войти, то там как раз где-нибудь по запчастям в Тереке найдут. Да. То есть там камни с помощью энергичной? Боксан в Малку, Малка в Терек. Значит, не говори? Они здесь вот обслуживают видеокамеры. На каждой опоре стоит камера, которая следит за подступами. Вы лишены всякие неприятности, когда подрывали канатку. Вот это вот еще 10-11 год проблемы. Потому что люди погибали. Нет, люди не погибали. Это были диверсии. Касались они только раздела имущества. А, то есть захваты были друг другу. Спор хозяйства. Ну, не захваты, а гадости делали друг другу. Спор хозяйства. Причем такие конкретные гадости были. Вот, чтобы не было таких больше печальных случаев, что тут пытаются оборудовать все возможные доступы. А вот, Дерочка, вот он. А, ну, тут, во-первых, внизу подтверстия есть. Редник вашего превратили. Это ветер еще разносит там и все равно. Он все на пешку вызывает. Ну, артибист, турист. Потом вылез на там. Спрыгнул. Вот, отдыхает. Теперь, вверх идти дальше или опять вниз? Там цепучий грунт, там дорогу лучше сделали, вот они Наверное Он с ней не видел Трассу смотрит А это он просто на палочку опирается Он просто на палочку опирается А нет Да, на палочку опирается О! Крепляемся Это наше конец Нет Сейчас здесь погулять, а потом еще дышать Музыка Музыка Давай Естественно Естественно Музыка Я сказал Я сказал Ну, что это не так Музыка 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 Это не только замороженная вода, но это еще куча камней, песка, которые находятся в леднике. И при отступлении, когда ледник уходит, остается куча вот этих песка, камней, которые находились когда-то в составе ледника. Ледник за работу, когда он должен двигать перед собой часть горной породы, за счет этого формируется морозо-абанкультная зона вода. То есть единственное, это такая помощь, которая удерживает воду, и вот туда подтикает небольшую порцию воды, которая пока не способна устремить этого озера вниз. Но если сюда пойдет большой поток воды, оно все клонит с ледом, образует достаточно мощный силевой поток, и просто не надо будет разрушить. Но пока все более или менее стабильно. Плечо в Пути-Тау, смотрите, Пуамяная гола, это Кипиковая вода, вот сюда выхода уже на транзитный путь едут. Здесь вот горный массив, который перекрывает путь в межгорной котловине, и путь есть только через перевал. Перевал Коту-Тау, перевал Чиперов, Гоу, область, вот понижение межки вершинами, это корректирует путь в межгорной. И вот это вот можно сказать, да, короче, на черкесе. Она поделена условно на две части. Часть, которая западная, находится в пределах Карачаево-Ческатской республики. Восточная Карабайя находится в пределах Кабардино-Болгарской республики. Кабардино-Болгарской республики. Кабардино-Болгарской республики. Кабардино-Болгарской республики. Тоже достаточно сложная вершина, и так же как и Дон Гузарон по семерке, расценивается по шестой Б категории. Есть участки, где прохождение бывает просто невозможно в определенные периоды времени года зимой, это абсолютно без вариантов, в летний сезон кому повезет. На склонах Дон Гузарона примерно 50% альпинистов осталось из тех, кто туда прорывался подниматься. Ну а Ужбу, в принципе, альпинисты освоили раньше, чем Дон Гузарон. Если на Дон Гузарон в 1983 году было совершено первое восхождение, именно через семерку, и совершил его советский альпинист Сван по происхождению в высокогорном районе Грузии, то есть это предпочтение, и вот Михаил Хиргиани со своим товарищем в течение трех суток поднимались по этой стене. Ну а на Ужбу поднимались еще в 1887 году, и когда английские альпинисты, это были англичане, Джон Хокингона поднимался, и когда англичане приехали отметить 50-летний юбилей со дня первого восхождения, им это не удалось, они где-то в течение недели кругами там внизу ходили, не было погоды, и она так и не позволила подняться на свою вершину. Ну на самом деле сейчас эти участки тоже очень интересны для альпинистов, правда недоступны в силу того, что главный кавказский хребет центр для прохождения таможенных участков у нас нету, и коль уж это пограничная зона Грузии, есть определенные критерии, куда не допускают выходы. А со стороны Грузии народ ходит, и ходит достаточно активно. Не все, а именно тоже мастера, но с нашей стороны более интересные маршруты, как оценивают их альпинисты, и более сложные. Вот. Ну, главный кавказский хребет в этом районе имеет не самые высокие участки, но, к сожалению, сейчас нету возможности видеть вторую по высоте вершину Кавказа. Гора называется Дыхтау. В ясную погоду, вот так вот прямо, расстояние 100 километров просматривается, и вершинный участок, треугольник Дыхтау виден. В принципе, большинство вершин имеют окончание треугольных форм. Почему? Ну, это ледниковая форма разрушения гранитов, базальтов, колесоеческих францов, из чего вы можете назвать, как бы вы его видели, когда были на Чигете. А так вот такая форма рельефа, она впервые описана на вальпах, и ее называют ирбийской формой рельефа. Это трегранные, четырехгранные пирамиды, вершины гребни, вершины репутиндры, из формы пилы, вершины, которые именуются, например, жандармы, отдельно стоящие в гряде скалы, которые действительно похожи на жандармы. Вот, смотрите, вот жандармы, где гребень, который вот так сюда спускается, и как будто пальчики черные. Вы видели? Вот эти черные пальчики, это пик Кавказ. Характерное чердание, его можно отличить из системы всех участков. Вот, ну и Баксанское ущелье, по которому мы приехали, вот здесь, смотрите, как будто насыпь, созданная искусственно под озером. Это то, что осталось от ледника. Ледник ушел, а камни остались, и вот разрушаясь они превращаются в такой насыпь, который мы туда подровняли по линейке. Вот, обсерватория, база обсерватории не очень хорошо видна, и за камнями, за опорами, но, тем не менее, территориально можно ее видеть. Мы сейчас поднимемся с кем выше, дома нужно ее увидеть, будет получше. Она будет очень хорошо видна. Вот, ну и здесь мы уже гораздо выше, чем были на Чигепе, примерно метров на 400. Вот, ну, еще один нужный, как говорится, для нас участок, это память неходящего во время великого... Зачем вкладчик? Зачем как говорится? Режим, стояв. Сейчас, я не понимаю, что тоже стоит в качестве, вот как говорит зайдolка мост filled на форме, как обычно вт Money Н vam clear, как он приехал в3600 мет Посадке, вкуп worked, Продолжение следует...